Громкое уголовное дело, длящееся почти полтора года на стадии допроса свидетелей. На этот раз в качестве дополнительного очевидца выступил экс-завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Мана Сарабаев. Он пошёл на сделку со следствием. «По делу «Даймонд-Сити» Мана Сарабаев сообщил, что его с Бектурсоном Айталиевым и Куценко познакомила экспертная леди Раиса Атамбаева. Тогда она попросила его посодействовать решению гражданского дела, которое находилось во второй инстанции. Также по показаниям после была ещё одна встреча в её кабинете». На скамье подсудимая бывшая председатель Свердловского райсуда Эльвира Джаркеева. Ей инкриминируют коррупцию. Согласно следствию, она вступила в сговор с преступной группой и вынесла ряд незаконных решений в пользу рейдеров. «К Кыргызстан приезжали китайские бизнесмены. Здесь организовали свой бизнес, строительную компанию, стали строить высотные дома. Когда уже построили высотные здания и стали продавать, у них возникают проблемы со своими кыргызстанскими партнёрами и дело дошло до суда. Но в суде они прекрасно знали, что могут проиграть и, видимо, партнёры, это родственники Раисы Атамбаевой, зять и сестрёнка, они обратились к Раисе Атамбаевой и она позвонила Манасу Арабаеву и попросила, чтобы в дебный процесс выиграли её родственники и чтобы Джаркеева вынесла такое решение». В числе обвиняемых и бывший депутат Джоргу Кенеша Рустам Маманов. Он проходит подделу как организатор рейдерского захвата китайской строительной компании БЛС и комплекса элитного жилья «Даймонд-Сити». Бектурсуну Айталиеву инкриминируют укрывательство преступления. Ещё один фигурант – юрист Константин Куценко, который выступал посредником между рейдерами и судьей Джаркеевой. Он дал показания, что лично заносил судье 90 тысяч долларов за решение суда в пользу рейдеров. «Настоящее уголовное дело принято к производству 1-го майского районного суда города Бишкек 22 марта 2019 года. Слушание дела назначено на 27 марта 2019 года к 14.00 часам. С того времени выполнен ряд процессуальных действий. На сегодняшний день судебное разбирательство находится на стадии допроса свидетелей по делу». Очередное судебное заседание назначено на 25 сентября.